Кредит доверия возник тем же самым штатам и не только штатам. Ладно, вернёмся теперь к нашим барабанам, то есть к вопросам и так далее. Вот здесь они написали на почте, мы много написали, конечно, за время, которое сегодня у нас есть, я и смогу все ответить на постарательность сегодня, но я хочу обратить внимание, потому что как раз вопрос такой, в новой книге «Славяна вести веры», «Славянское миропонимание», книга первая, подтверждение «Славянский вер» «Многие припекаются с вашим знанием, но ноги оттоктуются свободно, хотя есть срочные одни, «Славянский веры». Как это понимаете? Вы знаете, когда мне несколько дней назад передали книжку, вот здесь, видите, я специально сделал. В принципе, я сначала оправдывался, потому что, вот, наконец-то, долго не выпускали, и, наконец-то, пусть и следующую книжку. Но, оказывается, радость моя была несколько проективлений. Потому что после того, как я открыл эту книгу и начал читать, у меня радость, чем дальше я читал, знаете, чем дальше лез, тем больше дробь. Так и здесь. Чем дальше я читал, я оправдывался невежеством. И, в принципе, весьма точная, эта книга провокационная. Она сделает, если эта книга, если взять на основу, то это полностью можно уничтожить все, что мужиками ставить. Я не знаю, это дело туда несознательное или сознательное. Но это явно провокация. Я объясню, почему. Ну, а первое, короткий написан. Что там? Нет, это новая книга. Славянское мудопонимание книга. Первое подтверждение книги света. Ну, во-первых, начинаю читать. Ну, тут, конечно, красиво, что хорошо, что не поставили иллюстрации картин и так далее, так сказать, дощечки. Золотые пластинки, сальки и дарки, но самое интересное. Помещают материалы и ни разу не ссылаются, откуда они эти материалы взяли. Но мне тоже, честно говоря, не приятно. Потому что, если я взял, например, я взял те же самые сальки и дарки, золотые пластинки, я поместил в свои книжки, но я, ссылка, я взял так много журнал «Коридическая культура», но он такой, такой, то как на стране, то как. Это честно. Здесь или не делайте? Да может, притрекаясь с вашими. Куда это не притрекаясь с моими? К сожалению, они взяли из моей книжки в России, как его первым томом, много материала, просто перекрутили и в написании воюте часть свою. Почему? Потому что они понимают, что они теряют позицию, потому что они пытаются в религии. А ваши, кто-то никогда не владеет, не важно, как миропонимание. Религия возникает на самых уникимых формах социального организма. Понимаете, даже, как, допустим, представленные, как я уже говорил, что в Южномерике до сих пор существует общество плоской земли, где люди считают, что земля плоская. Потому что, видите, мы смотрим, выселительные, все на дуги, ровненькие, нигде какой-то пивизни не видно. Наши плоскопы говорят, солнце входит на восхождение и идет на замок, каждый день. Если мы будем стоять на одном месте, и хоть сто лет, все равно ничего не изменится. Но что получается? Земля, центр селены, на плоской, правильно? Вот до сих пор есть такое общество. Значит ли, то есть люди опираются на свои горные чувства, то они правы. Вот примерно то же самое, можно сказать, по отношению написавшим эту книжку. Вот они исходят с позиции своих горных чувств. И дело, мы же не подходим здесь, и все. Вот поэтому пишут. И опять-таки, в славянских ветрах было написано, что сохранят волквы хранители. Я уже говорил не один раз, да? Это написано, не нужно придумать. Сайте, стая, в ней группа первых, сайте первого нару. Страница, кажется, 49-го, я не знаю, помню. 48-го, 48-го. Так вот, так вот, волквы хранители, если привести хранители в волквы хранители, это библиотека. Их задачей было сохранить в любом книге сохранить до будущих поколений. Все. И никто не давал понимания тех, каких руны, никто не объяснял, что, кроме букв, которые, вот здесь тоже приводятся, а вот здесь тоже приводятся, к сожалению, до других других, жалко, что руны, кроме того значения, физического значения, руны, то есть руна, это не словесное значение, кроме несовесного значения, это часть информации, заложенная в руне. А все остальные, вся стена информации, и, скажем так, 90% информации, заложено в двух уровнях, других, по крайней мере, которые, зная словесное значение руны, понять невозможно. Это совершенно другое умение. И могу сказать, не периодически, а практически, я буду утверждать уже, потому что мне приходилось сталкиваться с людьми, которые проходили обучение в Омске, это именизм-академия, которая все в семинаре, которые приезжают и начинают, я приводил пример, благодаря Виталию Петровичу, благодаря Виталию Петровичу, может, по-моему, знакомы, он, а получив там приехал оттуда с твоими дневниками, там, записью, он учит людей, других, значимый руны. Так вот, то есть он учился непосредственно в Омске в двору самого Патриоти, и, извините, когда я ему сказал, что руны имеют другие уровни, он как? Он не знал. Как бы он здесь, в Патриоти, знал об этом? Он хотя бы сказал об этом, сказал. А он в Патриоти, я бы не знаю. Нет, нет, не правда. Я говорю, что в проекции, он там говорит, а что он может? Ну, по крайней мере, своим студентам он не говорит. Говорит. Я не знаю, что он там говорит. Есть, есть. Говорит уже. Значит, сменил уже. в пенсии, он там говорит, это не может быть. То есть, в 2001 году, по-моему, записывал, это пока не перепроизносит. А, произносит, хоть это произносит, Но, по крайней мере, он сам этого не владеет. Это я знаю, не знаю, но не важно. Не важно. Дело в том, что понимаете, что плохо, что абсурдно. Понимаете, я в своей книге взял сказ, когда я делал пенсию о Самсоколе, да, и показал, что непросто, понимаете, я бы, здесь он просто взял и перелел до дальней километра до партийки из-за этого года и показал, что первая планета, на которую пройдет разогласника, соответствует альфа-центрального звезда состояния. 100% совпадает, то есть, это утверждение на него. Что же они делают там? Они поняли, что это такой вариант. Он не может быть 100%. Что они сделают? Они все, они все, сложились и дальние, дальние и с одной планеты на другой перепрыгивали. Ну, давайте там летел, с одной планеты и там приходится опять сложить имущество. И потом перевели световые года и говорят, что с разведя фениса ясно в словах как ему находится, с разведя фениса назван чертой фениса находится на расстоянии 17 световых лет. Ну, понимаете, это не только что невежество, это даже аритмина, кто знает аритметику, ну, да, это сделать безграмный человек по-допрестному причине, что нам не летело по прямой, все эти планеты не были быстрыми по прямой. Она делала на одну планету, потом на другую планету по основной траектории и складывала героическое расстояние. Да, она прилетела расстояние 17 световых лет, но это не значит, что расстояние с земли до 17 световых лет, понимаете, даже такие мелочи мы это обснули. То есть, берется материалы из кодек, журналов, как хаотически мешает, и все. То есть, больше венегрета я не видел сирот-сирот. То есть, кроме вреда, с моей точки зрения, потому что они тут есть целая глава, посвященная, так сказать, если мы ищем, и так далее, и так далее. И начинают приводить примеры, такие идиотские, начали там, сейчас просто открою, чтобы просто почитать. В общем, чтобы не сказать время, не тратить на открывание, буду проездить и говорить. Берут книги других людей, понятно, не ссылаются они так, и приводят такие, такой мы раз, приводят того, что типа один там это не это не медиум, как они называют, но если не понимают, что-то ничего деть, когда один человек безграну написал книжку, привел просто факт, не понимает того, ну, например, он говорит, вот там такой не буду сказать, сейчас забыл фамилию, имени, имени 8, тысячи в 1888 году и он типа вышел на контакт через знаете, группу, с буквами знаете, светили слово сяданочное. И там, и там, так сказать, при выходе кто там, а там император Клахи, на контакте и начинает вещать. И самое главное, вещает 100% исходя из книжки, написанной по истории древнего Рима. Ну вот, вот, мне все поражает. да потому что паразитические сущности, которых они так вызывают, очень элементарно играют созданием человека. Они сканируют его мозг. Я в свое время в Нью-Йорке, когда проводил несколько семинар, объяснял об этих паразитах, и объяснял примеров, не вижу людей не уезжать. Ну, не хотят их жить. Только каждый хочет, у него был агнер хранитель, галец, проводник, и тому подобное. После чего я взял несколько человек, мозги перестроил, и они стали видеть. Тут же проверили, кто они тоже точно писал проблему сердцу человека, которого он никогда в жизни этого не видел. Думав, яблок точно. И потом я этого человека говорю, так хорошо, а почему вы верите? Он говорит, я верую в Христа. А если вам надо встречу? Как вы на это смотрите? Он говорит, подождите на это. Я немножко реализирую, потому что это синий родин. Что я делаю? Я сканирую его мозг, полностью получаю представление его личного представления о том, как Христос будет в его голове. И создаю килограмму, объемную килограмму Христа перед ним. Вы знаете, он почти плюнулся на колене. Это экстаз на физиономии. Если он будет в записи, у меня забрать ее у моего саденца, который был записан на виде коментарии, не только слова, а подтверждая мне документально. Его не только человеку, которому мечта осуществилась. Все, он может упоминать и в прямом смысле. Я его спрашиваю, кого видим, я вижу Христа, а вы уверены, что это Христос верит. А если сказал положить на одну чашу свою жизнь, чтобы утверждать, он готов обменяться эквивалентом. Да, готов. Он готов умереть за то, что он видит Христа. Почему? Потому что образ Христа, который создал. Конечно, не сказал, что он создал. Понимаете? Я не сказал. Полностью соответствуем ему, ему представляют кто и как Христос. Поэтому, когда человек видит то, что он верит и соответствует ему. Это все. Я стопроцентно готов. То есть забираю готовку к тонологику. Понимаете? Я говорю, хорошо. А вы готовы? Да, как вы умерите? Я говорю, ну давайте прежде всего будем умирать. Вот я вам дам еще такую структуру, которую называется сканировать. И попрошу вас просканировать того, кого Христом называть. Если Христос не будет, ничего не будет. А если не Христос он будет, вы увидите потом его лицо, когда он применил структуру, и голограммы исчезли, исчезли. Конечно, можно было создать голограмму более сложность. В минимуме было играть Игорь Смур, чтобы увидеть его, что это Христос. Я показал, что люди, увидев что-то своими собственными плодами, начинают убеждаться, что если не видели, то они видят то, что они хотят. А это далеко неправда. Далеко вместе, потому что социальные паразиты разные будут, и паразиты такие, и такие, играют на это очень хорошо. Так вы понимаете, он, когда понял, что он весьма поспешил свою жизнь власти, то это неправильный поступок, он пожалел. Ну, было хорошо, а если им склада, нравится. И он человек полностью 100% убежден, что он увидел ему посчастливилось перед своей смертью и встретить самого Христа. Ну, плохо, так. Так вот, и здесь Римская империя, Римские императоры и так далее. Но посмотрите даже фильмы, пускай фильмы строят, ставят не совсем грамотные люди. Что касается, допустим, Дискавричен, что я говорил, Попея, там ставили профессионалов, но раскигнут, поэтому они мало еще отличаются от профессионалов ночников. Потому что там, когда фильмы о Римской империи, пишут на бумаге приказы, посылают книги, туда ставят десятки, сотни. Да не было и сигналы в то время у Римской империи. Книга, то есть и бумаги не было, не было, что было писать, но сейчас пишут. Ложь полнейшая. Так вот, никогда не было римской империи в том варианте, который они говорят. Понимаете, у меня есть новое росток карты, весьма любые карты, которые признаны, то есть, которые считают, что они действительно достоверны, когда это ново-моги карты, которые известны всему миру, большие пределы. У нас есть именно карты, которые они действительно составляют. Вот есть, у меня есть карты Артейдуса, слышали такого, которого в 16 веке жил. На этой карте он изобразил античную Европу. Античную Европу, то есть границ в наших проблемах в его жизни. Значит, античная Европа отношить не может в них тысячи лет вперед. На античном мире. На тысячи лет назад. И что вы думаете, на этой карте что я увидел? Там нет воинской империи, ни восточной, ни в Западной. Потому что армейская империя, которая была византичной войне, он гораздо позже. Это в 5 веке только. А на месте Рима, это там не написано что? Италия. И страна. А на месте Гаврии, одна страна, не на этой, а на месте Киевской Руси античной. Знаешь, что написано? С Киеви. Ну, плохо. И граница, как говорится, славя Римская империя на этой карте подавод именно до Балкан и так далее, и так далее. Но потом книга когда выйдет этот кадр там много весьма интересных карт, которые, так сказать, оригиналы, которые не опи, а именно оригиналы. Сохраняется, и в Европе, и в России тоже стоялись, но мало, а там стоят гораздо больше. То, что мои друзья сидели к нам, все-таки на этот момент как раз позволит мне выставить очень много интересного момента. Потому что эти карты, именно эти карты выданы, что они единотые, понимаете? То есть, в следующие годы и тому подобное. Вот понимаете, вот такие вещи рассмотришь, и удивляешься к тому, что, как Абоненко Владимировский приводит примеры из книги. Вот я привез две книги, на которые они ссылаются здесь. Тут нет ничего своего понимания вообще. Так, ну, вот здесь нет ничего, здесь ссылка. На эту книжку. Видите? да? Это делаются человека. Выпущены, американцы выпущены. Я убрал, брали, переписали, только они, когда мы переписали, что здесь написано, ерунда, будет сничать. И вот из этой книжки тоже. Чудиного. Вот, из моей, знаете, из моей. Вот, это называется миропониматель. Но главное, то есть, передырали грамотно. Но без грамотно переписали, Не понимая ничего, интерпретация дала, что кроме бреда, по крайней мере, прочитал еще не все, уже не вновремя особо. Кроме того, что я прочитал, кроме бреда, книги ничего не принесет. К сожалению. Я рассчитывал, что они будут дальше печатать именно тексты с вами на несколько лет, что они должны были делать. Потому что, для того, чтобы описать понимание то, что написано в с вами на несколько лет, недостаточно изучить, как пишется руна, что у нас значит. Потому что наши бреды специально заложили такую программу, что только человек достиг определенного уровня, каждый уровень соответствует то, что он открыт. На этом он открыт, может вот это, на этом уровне, если можно читать руны, он может прочитать те, кто-то тоже интересен. Но это только часть информации маленькой. Если он прошел дальше, он открывает следующий уровень, если дальше, следующий, если дальше, следующий. Но никогда человек, умеющий читать руны, не сможет открыть другие уровни. А без этого понимание то, что написано в Средневековых Ведах не может быть вообще. К сожалению, авторы, по крайней мере, авторы этой книги тоже прочитал. Как я сказал, не примесы, не понимают, что написано в Средневековых Ведах. Вот что же можно сказать. Хотя они сами не знали. Просто, к сожалению, происходит забавная ситуация, когда люди, как говорится, имеют свои амбиции, не более того. У них есть амбиции. Вот они хотят быть тем, чем они могут быть. И это прикрывает им переномить глаза и не волнует правду, и не волнует истину, и не волнует то, что они могут навредить своими действиями. Ведь того, что Патраке было поручено издать книги, ему никто не поручал создавать новую жизнь, которой никогда не было. Это в самодеятельности. И к чему приводит самодеятельность? что, по крайней мере, смотрите на книги, которые он написал уже больше года, никто пока еще не посмел ничего сказать. Вот там все обосновано, все быстро так, что ни один, никто не смог ни среди информации, никогда, 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 не смогли ничего, хотя там информация весьма жесткая, правильно? Никто даже не внес книжку запрещенной книгой. Почему? Потому что невозможно, потому что обосновано на основе Твора и Ветхого Завета, и если заносить мою книгу, неисвеченный список Твора и Ветхый Завета. Николай? Вот, мне дело то, что если правильно устраивать свою позицию организации, то не правильно. Дальше мне просто интересен то, что действительно у людей разговаривать свои интересы. Смотрите, здесь у меня распечатка скачанных книг с интернета. Кстати, по поводу левашов наживается, паразитирует значок. Вот, здесь скачано за, так сказать, только с двух сайтов делал на моем и с советниками, за это время скачано 486 тысяч 774 тысяч читать книгу, плюс еще 40 с лишним тысяч в другом месяце скачать и счетчик здесь. Это не считая те, где нет счетчиков и так далее. То есть минимум молнил на книг. Знаете, я очень много на них заработал. Они все бесплатно скачали. Он как заработал, да, ну просто меня нет тормоза, если заработки не надо, по крайней мере, понимаете, а наоборот, для того, чтобы книги выше, сверху, мне приходило сначала, ну, дальнейшем главе откушается сначала заработать деньги, купить, купить комплектную систему, обязательную систему комплекса, еще в течение нескольких дней научился на этой системе работать и сделать все свои дни я делал в Америке своим собственным комплектом. я очень много заработал. Сначала дабыл деньги, чтобы купить, я это сделал, свой предложил, все, все, как я зарабатываю. Но все равно, даже вот, там, в форме, это вот, кто-то, как можно бесплатного пользу, все равно зарабатываю. Вот как и зарабатываю, бесплатно зарабатываю. Но, что хорошо, что видно, прогрессия. Вот если только на книге, на своем сайте, я стала выкладывать, в 2006 году в апреле оценку. И за тот год, конечно, было одни, я уже 20 тысяч было скачено с половиной, за 2007 год, уже больше книги угроза, конечно, уже за год было скачено 170 тысяч 324 книги, а за 2008 год, за 80 прошедших, уже было скачено 297 тысяч. Конечно, книг больше тоже, но и число скачиваемых книг, ну вот, например, хороший момент, вот, к России превосходило скачивание с 131 тысяч 20-й, только с двух сайтов, не считая того, что есть десятки сайтов, принятие счетчиков, метки и так далее, не считая того, что люди разу-то фирмы, разучатывают, и так далее, сколько еще сходит книг, которые сдают, скачиваются интернетом, бесплатно, и продают, ну и даже я это принесла, в сущий раз в Платома, Киеве там издали, пиратским образом, бесплатно, что это поле издали, продают по 1800 рублей за книжек, ну черт возьму, если берете такие линии, но они даже иллюстрацию не вставили в текст, просто качали этот текст этот на интернете, иллюстрацию нам даже не убрали, эти под иллюстрацией красной линии, чтобы нажать открыть иллюстрацию, они даже не убрали, вот взяли скачали, да, качали, ну слава Богу, что не смейте эту за это спасибо, потому что люди, которые покупали книгу, потом прислали на письмо, что вот купили, увидели, пошли на ваш сайт и увидели полную книгу, это плюс, но за это не заплатили тысячи рублей, лучше бы они пошли на этот сайт и то же самое скучали бесплатно, и если бы отпечатали, то можно с вами убили 400-500, не больше, понимаете, если принтеру скучали, поэтому, 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 здесь много таких моментов возникает, очень многим не нравится то, что я делал, допустим, то, что мы с вами делаем, пытаемся побудить людей, очень многим не нравится, к примеру, наверное, недавно сообщили, что, так сказать, Петров, не Петров, только вы знаете, да, единение партии, там начало, ягод, что я, типа, ягод, проект Ватикана, очень хорошо, хороший проект Ватикана, но это так сравнивало иудаизм, христианство, она сам поднялась позиция, назовала человек, я проект Ватикана, а знаете, почему это произошло, потому что, люди, потому что, у них есть проект назвать мертвая вода, он, да, это основной, во-первых, мертвая вода, я знаю два варианта, можете сказать, я не все знаю, потому что, вариант сказочный, вариант несказочный, вариант несказочный, это отрицательно организированная вода, было одно время средствами с популярными, брали, альтеризировали воду, разделяли воду в положительный заряд негонированной воды и отрицательно зарядной воды, и вот отрицательно, насыщенная отрицательная негонированная вода считалась мертвой водой, положительной живой водой, и если очень хорошо, для очистки любое живое организм погибал от медовой воды это первый вариант медовой воды второй вариант медовой воды сказка помните как были сказки что вот вода и живая вода голова округленная вот взять смазать шею и голову медовой водой и тело спроснулся а потом полить живой водой и тело трупа живы ну что сказать ну вопрос почему называли живая мертвая вода тогда потом не смысл то есть расширение мертвая вода но после того соединения он не отжимает и он уже полит в живой водичке а без этого даже целенький труп все равно с этим трупом так почему назвали именно мертвого почему не назвали живая мертвая это пол вопроса вторая концепция которая существует там весьма странно вот я принес специально еще другой документ вот видите кто увидит его покажу это письмо которое мне прислал в декабре 2006 года господин Петров что предложение сотрудничать предлагаю свой вопрос наше взаимодействие сотрудничать цели не минимум сил а стяжение общей цели ну плохо общей цели вы знаете я с ним встречался в декабре один раз вам и у меня больше пламени встречаться не возникло знаете почему во-первых он заявил в приватных десятых были свидетели и свидетели кто вы знаете ваша книга она им нравится то что вы пишете вот нам нужно фундамент у вас нет мировоззрения вот мы хотели чтобы в этом вашем материале стали нашим мировоззрением он против праве Бога но какая цель все это знаете в конце господин Петров мечтает стать президентом России ему плевать на людей убивать на все умывары добиться своих амбиций я это углевался во-то время нашей беседы после чего я не стал самым и уроки приходили на мою встречу несколько раз и угрожали помощница надежда Якова приглашали на сиест очень смогут да первый раз выставили будьте смеяться он задыхал я вот во время ее выступления на съезде его потом дал правду выступить понимаете она не вылаза и кинул дровичь и не ловить грудь пройдет нет а так он в списке выступающих заранее объявлен и он садкал и самое сложное что там группа ездила и люди и люди по ночам в палатке беду в лагерку стоял в лесокорск в лесу плавину вот палатку награждать на ребят прибегали таком а где книжки где что-то забавная а потом в этом году когда был миссис там выступить не дали ему вообще человеку награждать не было того что это не дали ему пришлось вот не называлась ситуация ему приедешься с украины подарили мою книжку представляете ему поднесли мою книжку до россии при всем лично и ему ничего не стало сделано когда это конечно но потом так вот даже поскольку подарили ему что все должны читать но если ты начинаешь что-то говорить о чем-то я никогда не говорю о книге хотя я могу писать книжку и положить на задержание что там есть это не надо делать я никогда не открою и на карте написано 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 это является регулятивной позиции так вот прежде чем господин петром что вяки тем более публично вот я бы почитал мою книгу где я полностью разоблачаю и ютуба и крестьяна тоже и вверх и новый завет и старый завет и так неким агентом агентом почитаны просто быть не могу но то что я делаю пытаясь своими материалами своими книгами доказать что наши предки имеют право получить достойное уважение то вы понимаете почему мы должны забывать наших предков потому что кому-то откроется извините я не согласен кричать и получать как-то но типа фуума и банана типа нечего гордиться нечего гордиться в россии русский народ нечего типа профуфукали все а то есть вы гряжете все и пытаете себя это его слова и пытается найти себя правдами если нашу страну крабят это не значит что мы с вами такие просто дураки и там цветут и пахнут так извините если нашу страну крабят это не значит мы с вами такие просто дураки дураки и так далее дураки хорошо агличане которые не являются нашими сторонниками не за то что они нам стят мы должны были признать что восемь процентов мировых открытий сделано славян восемь процентов мировых открытий забавно окажется мы с вами тупые ну почему-то открытий восемь процентов славян производится дальше а счет того что вы назовете только технологии в примере в мире которые словно не в россии кто назовете налоги а на технологии трудно сказать я не могу сейчас ответить на этот вопрос потому что не знаю что у меня это тоже прошло тоже очень много ученых вывезли из россии союза из-за того персонала где-то ноги там и тому подобное к примеру вы знаете что как сейчас ведут себя хитро реальные данные за последние три года из россии выехало 15 тысяч изобретателей это факт и знаете почему происходит то есть человек забыл что-то стоящее он получает патент тут же выпускается патент того же самого дня в штаты или в нем раньше и человеку нужно доказывать что он является автором а не идея который украдут потому что вся информация патентного бюро сливается на штаты отсюда и прочее и чтобы человеку доказать что он не вернулся до его творения ему это 100 тысяч долларов ну скажите вот он сейчас может быстро выложить из кармана 100 тысяч долларов немедленно многие не очень так вот большинство изобретателей относится к категории это все через за вытащить карман 100 тысяч долларов вот так а чтобы платить адвокату пакетного адвоката чтобы доказать что доказать что он автор и денег что приходит приходит хороший дядь сойдет штата умерики и говорит вот вы знаете вот вы же вам уже доказательство доказательство что интересно это делать те же самые пропускают возможные пакеты те же самые понимаете мы берем заплатить ваши расходы но за это мы хотим чем оплевные права на патенты плюс услышать что вы приехали туда мы там создадим нужные условия не плохо это реальная статистика не мной придумана она придумана она придумана официальная если хотите подобное вы точно там информация в какой газете что было придумано вот так как за три последних года было выехано 15 тысяч изобретений и поверьте что изобретения весьма серьезные это мы с вами все тупые очень тупые понимаете что это самое то позволяет вот на центральном кирпичном России плевать лицо основного народа страны то есть русские пока более 70 процентов населения России пока еще основного народа страны позволяет плевать лицо на собственном телевидении и все спокойно утираются в плюка верблюжью и взлыб и смотрят дальше вы знаете мне это честное слово возмущает в любой другой стране вы можете представить Грузии выходит русский только как он не русский понимаете выходит русский при Грузии и говорит что вы грузины брат собачий как вы как знаете вот и так вот и франции или не я не не но это же ложь все равно но вот сколько мы с вами тысячи лет рабство отложили свое я не нужно есть с но все с и с и с и да почему мы должны вот эти песен я не должен любить кого-то создают лица скинхеда к примеру а то кто носил скинхеда те же самые враги русского народа что потом можно было вливать грязь русский народ а молодые парни которым очень легко лапшу на уши повесить кидается туда и действует понимает досада что так и русский народ и другими народами потому что опять-таки ни один народ на территории российской перии не важно как называлось славянерийский империи когда не был уничтожен приходили мы читали только с кем-то с оружием а детей и женщин и так далее все народы сохраняется мало надо сохранить сохранится культуру свой язык да вы поедете в любую другую страну мира где есть другие народы да у них никогда не осталось ни своего рода ни культуры ни своего языка те же штаты американских детских людей не осталось родить а это их страна которые кричат о демократии а уничтожить более тысячи семьсот человек за 200 лет уничтожить и продолжать уничтожать и то же самое в россии никогда ни один народ не уничтожался никогда культуры и язык этого народа если он хотел говорить на языке своего рода он говорил хотел сохранять культуру сохранял и до сих пор то же самое так почему люди вот живущие в россии все народы почему русские другие коренные народы не станут вместе как было всегда неважно русскому больше человек представляет население страны культуры да у нас там общая единая видительская культура действительно светлые силы как право просыпаться ночь закончилась право называть свои глазеньки и просыпаться и по крайнейшему лица вот в этой задачи даже смогло я вас оболтал оба я на этом государстве разорваюсь теперь придем вопрос